Доброе утро! Сегодня 2 марта, мы отмечаем сегодня праздник Холли в Индии. У нас на Руси тоже любят все праздники отмечать, поэтому именно сегодня мы вам немножечко яркого такого атмосферы индийской привнесем в наш город. Доброе утро! У нас в гостях Яснала, да, мастер по мехе Индии. И мы сегодня будем говорить об Индии, об ее традициях, культурах и о празднике Холли. Доброе утро! Расскажите нам немножечко, что же это такой праздник, почему его так любят и в России? Ну, в России, я думаю, этот праздник любят именно из-за его красочности, потому что у нас все-таки очень большая в России область, где длительное время зима и холодно, и если даже наш город взять, то очень много пасмурных дней. А Холли – это все-таки праздник радости, красочности, очень много красок, и поэтому, видимо, он привлекателен вот этим атрибутам, а все остальные атрибуты, они не взят. Ну, и еще мы любим, праздник очень любим в России. Добавили еще музыки европейской в этот праздник, вот и получился такой фестиваль. Я знаю, что где-то с 15-го года по России ходит праздник красок. Вот, примерно в таком формате он происходит. Вы сегодня тоже очень ярко в индийском одеянии, да? Да, это натуральная индийская рубашка, чем хороши как раз вот индийские одежды, индийские ткани, они очень яркие, нарядные. Хорошо, расскажите нам немножечко, откуда пошло вот название это, Холли? Холли – это название от имени демонической принцессы Холлики. Она легенда такая, вообще несколько легенд легли в основании этого праздника. Основная такая, Холлика была сестрой верховного божества демонического, который очень мощно влиял на людей, повелевала миром. Вот, и у этого божества был сын маленький, который ему не поклонялся, никак ему не подчинялся. Вот, он поклонялся Господушиве. И вот это божество, оно разгневалось на своего сына и приказало Холлике его уничтожить. А поскольку она была демоническим существом, она не боялась огня, она взяла вот этого ребенка и вошла с ним в огонь. И ребенок должен был погибнуть, а Холлика в итоге остаться живой. Но ребенок возмолился Господу Шиве, тот ему помог, в итоге Холлика погибла, а ребенок остался жив. То есть это как бы торжество преданности, да, каким-то высшим силам божественным. Вот, и в итоге, как бы, вот на празднике Холли в Индии всегда сжигают чучело этой принцессы, Холлики. Как Масленица. Отсюда и название, да, праздника Холли. И здесь вот есть как-то перекличка такая с нашим праздником Масленица. Я не знаю, может быть, если истоки еще более глубоко проследить, то, наверное, можно найти, что... Это как-то связано и с нашим русским праздником. Он ведь тоже традиционный, уходящий глубоко в древность. Ну, весна, в общем, наступает и в Индии, и у нас тоже в России, и этим мы, по крайней мере, схожи. И, конечно же, хочется ярких красок. Ну, и, конечно же, самое лучшее, что мы берем из Индии, это мехенди, да, расскажите нам немножечко о них. Мы прямо сейчас, наверное, начнем рисовать уже. Ну, да, я, наверное, попробую. Хотя тут не очень удобно. Мехенди, а что бы вы хотели узнать о нем? Давайте начнем сначала так. Что нужно сделать, чтобы нарисовать мехенди? Ну, для этого нужна, прежде всего, краска специальная. Делается она из порошка хны. Вот здесь у меня порошок, как он выглядит обычно в таких упаковках. Это порошок из листьев дерева лавсония. Известен он в древности, еще где-то 5000 лет назад в Египте его использовали, чтобы красить волосы красавицы. Им красили ткани, им красили кожи, ну, в том числе и делали рисунки на теле. Вот. И для того, чтобы сделать смесь из такого порошка, нужна вода. Часто используют чай, лимонный сок и масла. У вас уже есть какая-то готовая. Да. Мастера мехенди в основном делают свои собственные конусы, такие маленькие, чтобы было удобно рисовать. Вот. Либо рисуют из таких вот фабричных конусов. Вот и все. И это очень удобно, потому что тому, кто рисует мехенди, и как-то вот пробует даже, может быть, зарабатывать на праздниках, нужно два пункта. Конус и два стула, и все. У нас даже сегодня стульев нет. Да, у нас даже стульев нет. Мы будем стоя сегодня рисовать мехенди, попробуем, посмотрим, что у нас получится. Итак, ну что, начнем? Да. Будем на моей руке, я буду подопытным. Сегодня у вас. Ну, здесь единственное, что не очень удобно, но как получится. Давайте попробуем. Мы сделаем на эту скидку. И скидку для чего их вообще рисуют, расскажите нам, пожалуйста. Для чего рисуют? В основном значение у рисунков и предназначение. Обереговое, конечно, это защита от каких-то злых сил. Это защита от неудачи, от сглаза. В том числе, наоборот, выбирают какие-то символы на удачу. Есть символы соединения с божественным, символы духовного знания. Что мы сейчас пробуем? На мне изобразить, не интересно. Мы сейчас изображаем цветочек. Цветы очень характерны, такие вот крупные цветочки для арабского стиля мехенди. Так, цветочки это у вас будет? Стилей в мехенди бывает немало. Есть индийский стиль, например. Наверное, вы это видели в фильмах индийских, которые были очень популярны в советское время. В основном разрисовывают тело в Индии от колен до стоп и полностью руки от пальчиков до локтя. И это очень похоже на такие чулочки. Очень мелкая такая роспись, ажурная, красивая. Или это перчаточки такие. Если вдруг у вас нет перчаток, вы можете себе нарисовать. Вы можете нарисовать все перчатки. Это очень удобно. Я знаю, что также мехенди рисуют специально невестам, те, которые вот-вот выйдут замуж. И невеста, и в том числе и жених, может быть разрисованным невестам. После того, как они вышли замуж, то есть прошли обряд уже, бракосочетание, разрешается какое-то время не заниматься домашними делами, чтобы поносить еще вот эти росписи, чтобы они дольше сохранялись. Ой, как повезло им. Так что, девчонки, делайте мехенди. Может, посуду не мыть. Есть хорошая отмазка для женщин не заниматься. Я что-то сегодня мехенди сделала. На 8 марта, девочки, давайте нарисуем. Я тоже хочу мехенди, слушайте. Мехенди рисую. Как это удобно же будет. Есть и мужские мехенди, правильно? Вот вы сказали, и жениха тоже разрисовывают. Вот они чем-то отличаются от женских? Ну, в Индии, думаю, нет. Наверное, только символы, может, какие-то добавляются. По стилю, скорее всего, нет. В Европе сейчас мехенди – это совершенно отдельный вид искусства. И уже довольно больших высот достигли многие мастера. Очень здорово рисуют. Я бы даже сказала, что это художники, использующие хну. И мужские мехенди – это совершенно тоже отдельный вид временных татуировок. Они такие более брутальные, более геометричные. То есть цветочки, конечно, не будут рисовать на мужчинах. То есть какие-то красивые мандалы, концентрические рисунки. И тоже это нужно для оберега, да? Чтобы мужчину никто с глаз, не дай бог, не наслал. Ну, скажем так, вы рисовать в Европе или на российском просторе можете с любой целью. Потому что понятно, что это не наша традиция изначально. И здесь мы рисуем это в основном для красоты. А значение рисунка вы можете придавать любое. Расскажите, как давно вы вообще начали заниматься мехенди? Почему вдруг у вас такая любовь возникла к этому виду искусства? Я занимаюсь разными изобразительными видами творчества очень давно, можно сказать, всю жизнь. И просто увидела, что кто-то рисует хной и решила попробовать. Ну, получилось. Поразила красота. В основном вот это вот было причиной. Ну и, конечно, то, что можно украсить свое тело. И при этом это будет временно. То есть через две недели максимум татуировка сходит. И вы можете снова что-то нарисовать. Это не всегда. Да, девочки же они не любят. Все время хочется какого-то обновления. Не всегда можно платье себе купить. Но вот мехенди нарисовать это раз и все. Да, это же дешевле, чем платье. Да. Конечно, конечно. Можно нарисовать себе платье. Но вы не забывайте, что мы, девочки, вообще нуждаемся в том, чтобы радовать себя красотой, надевать красивые ткани, красивые украшения, радоваться, получать новые эмоции от этого, в том числе и от мехенди. Красивый маникюр от красивых колечек, вот как у вас. Получилось у нас уже? Нет, у нас это не до конца. Еще не все, да. То есть надо завершить все равно композицию. Такая кропотливая работа сейчас началась. Если рисовать более-менее ровно, то это работа кропотливая, конечно. Сколько вот максимальное количество часов вы рисовали мехенди? Рекорд какой-то есть? Совсем недавно рисовала беременную девушку. Очень терпеливую. Что меня удивило. Мы рисовали без перерыва около четырех часов, даже чуть больше. И какой участок тела вы успели? Животик. Животик. Да, весь животик. Весь животик четыре часа. Долго, конечно, мы обе устали, но это время пролетело совершенно незаметно. Очень интересное общение, интересный процесс. Надеюсь, что у нее до родов смылись краски, а то вот это удивление у акушера будет. Девушка обратилась ко мне для того, чтобы на фотосессию попасть с этой росписью. Да, иначе зачем же такая красота? Зачем ее прятать? Нужно ее показать обязательно всем. Вот есть какие-то особенные цветочки, какие-то еще есть завиточки. Они как-то называются? Есть какие-то базовые элементы, конечно, называть их можно как угодно. Нет каких-то названий специально зафиксированных где-то в каких-то учебниках, конечно, нет. Это все народное искусство. Поэтому в каких-то школах, обучающих мехенди, сейчас в интернете есть школы, придумываются названия элементов. Есть один из очень распространенных элементов. Я вам его изобразила, не просто так. Этот элемент называется индийский огурец, турецкий огурец, пейсли называется. Слышали, наверное? Да, конечно, он используется модно. Его часто используют на рисунках тканей восточных. Он очень похож, обратите внимание, на семечко или на зернышко с таким хвостиком. Это как раз символ зерна прорастающего. И этот элемент использовали как символ плодородия, символ богатства, символ продолжения жизни. И рисовали его как раз с этой целью. В том числе, например, подарить мужчинам, у арабов, подарить мужчинам ткань с таким рисунком означает, что пожелать ему богатства, процветания, плодородия, чтобы детей было много. А в Европе, когда стали производить ткани с такими рисунками, в шотландском городе пейсли, появилось название у этого рисунка, как раз у этого элемента, да, пейсли. То есть оно не из Индии пришло, это название. Но зато в Мехенде воплотилось. Так, у нас последние штришочки, да, остаются? Да, я думаю, что да. И буквально через несколько минут уже у меня будет готова такая вот временная татуировка Мехенде. Ты захотел себе такую? Конечно, конечно. Тигра во всю спину. Тигра во всю спину. А есть какие-то противопоказания или что-то такое? Да, хороший очень вопрос. Очень хороший вопрос. Его задают редко, к сожалению, те, кто пострадал, вот съездив отдохнуть в жаркие страны на море, и где рисовали людям черный хной с веществом таким, который называется урзол. И у них вот бывают проблемы с кожей. А натуральная хна или вот тот краситель, которым я сейчас рисую тоже с хной, они гипоаллергенные. Хна в том числе еще и обладает антисептическими свойствами, она даже полезна для кожи. Ну, вы, наверное, знаете, что продают бесцветную хну, порошок хны, для того, чтобы делать маски. Для кожи, для волос это очень полезно. Так что самый хороший вариант – это натуральная хна. Вот у нас последние штришочки, да, уже очень красиво. Ну, это, конечно, не идеально, потому что тут не очень удобное положение руки. А как сохранить рисунок надолго, если уже кто-то нанес, чтобы он максимально долго? Как сохранить, нужно подождать. Вот если это быстрая хна, так называемая, она проявляется очень быстро, через 15 минут мы смываем пленочку, снимаем, и вы можете уже красоваться, ходить в готовом рисунке. Вот, его можно защитить маслом. Маслом, например. Маслом для тела, да. Ну что, друзья, вот такой вот рисунок у нас получился. Вот так вот мы сегодня ярко и интересно отметили этот праздник Оли, да, у Яснолады тоже красота какая. Я с утра тоже рисовала себе в более удобном положении. Да, очаровательные рисунки. Ну что, у нас уже весна наступила, поэтому мы вам тоже желаем праздничного весеннего настроения. Будьте яркими, радуйте себя, дорогие девушки. Доброе утро, просыпайтесь. Доброе утро.